Продолжение следует... Примерно 20 миллионов лет назад находят ископаемые остатки уже поделившихся на эти две группы двух разных команд. Берем маркетингу. Продолжение следует... Так, бег по ветвям ничем не отличается от бега по земле, по сути дела. Ну, ясно, что вся система ориентации намного лучше устроена. Поэтому нервная система органных чувств по сравнению с надежными гораздо лучше. Но, в принципе, это в строении скелета отличий нет. А теперь берем человека образно. То же самое яблоко. А вот гиплом. Скажите, он будет захватывать плод из той же позиции, что мартышка или нет? В чем разница? Принципальная разница между задними грудью. Мартышка образная идут по ветвям. Человекообразная. Да, из-за чего. Подвешиваются по ветвям. В результате возникает совершенно фантастический способ движения по лесу. Раскачиваясь на руках. Итак, качнулись на руках, отбросили эту ветку назад. Вторую руку протянули вперед, схватили следующую ветку впереди. Так? Еще один мах рукой назад, вторая рука вперед. Захват. Такой способ движения, характерный для человекообразных, называется брахиация. И брахиация накладывает на строение... Да, кстати, почему они две разные группы? Скажите, пожалуйста, если что универсально, все плоды одинаково доступны, они на прилавке лежат. А вот в лесу у разных растений плоды одинаково доступны у всех со всех сторон. Ну или у кого-то лучше в одних позициях, у кого-то лучше в других. Ну и догадайтесь, зачем тебе, я не знаю, две команды. Разве не церкционно? Не конкурировать друг с другом. Ушли от конкуренции. Так, собственно, всегда и бывает в ходе естественного отбора. Уходим от конкуренции, приспосабливаясь использовать источник таким образом, каким соседи просто не умеют, им неудобно. Хорошо, вы получили брахиацию. Самые лучшие брахиаторы в современном мире – гибоны. Сиаман, допустим, самый крупный из гибонов. Во время такого, без всякого рассвета, кстати, вот просто с места, может совершить дружок примерно в 10-11 метров. То есть перелететь поперек вот эта наша аудитория, это не проблема никакая. При том, что само существо небольшое, вес 4,5 килограмма всего. Хорошо. Теперь давайте подумаем. Очень интересные штуки возникают. Ну, прежде всего, совершенно очевидно, что, чтобы совершать такие прыжки, какой длинной руки надо иметь. Вот у нормального зверя, у любого нормального четверонога, что длиннее, передняя конечность или задняя? У любого нормального четверонога задняя. А у человекообразных – передняя. Значит, вот это совершенно фантастический фокус. Дальше вам Кирилл Юрьевич Яськов, после того, как мой цикл закончится, будет читать «Происхождение жизни на Земле». И вот последняя лекция «Происхождение человека», он почти наверняка вам скажет, что, оказывается, история-то совершенно эффективная. Для того, чтобы получить длинные, стройные человеческие ноги, у наших предков, первоначально, вот тех предков, которые вышли на равнину, руки были существенно длиннее ног. Именно это позволило нам перейти к двунокости, обрести наше человеческое положение тела. Давайте подумаем. Ясно, что лучше иметь длинную конечность. И это мы с вами всегда говорили, при удлинении конечность, какие отделы будут удлиняться, ближайшие к телу или удаленные? Удлиняться ближайшие к телу или удаленные? Удаленные. Всегда удаленные. Всегда максимальные. Потому что сильнее всего в гиббон, какие части руки удлинены? Кисти. У них гигантские кисти. Вообще, гиббон, когда стоит на земле, выпрямившись, его пальцы от рук касаются земли. Я оставил это знать. Рука длинной в туловище плюс ногу. Так? Вот такие ручки. Ну и теперь. Теперь зверюга на высоте 20 метров прыгает на руках с ветки на ветку. Ну и представьте, что будет. Вот ветка. Это ветка, да? Я собираюсь его хватать. Вот я лечу на высоте 20 метров, вытягиваю руку, и у меня пальцы вот так встали. И что со мной будет на высоте 20 метров? Болит сломать. У меня перелом пальца от боли. Что происходит с рукой? Мы вошли. Разжимаем. А из 20 метров спокойно вниз. И больше никто никуда не прыгает. Да? Хорошо. Если вот так вот я врезаю. Если вот так я врезаю. Значит, ставят. У брахиаторов имеют ли право вот эти 4 пальчика далеко и хорошо отходить друг от друга? Не имеют. Вся рука работает как единый блюд. Вот так. Это цеплялка. Да? Значит, у нас вроде бы не так. Сейчас вас смотрим. Сложите вот так вот. Руки, уприте пальчики друг друга. Да? Вот так вот. Теперь центральный палец. Средний. Вот так согните и уприте вот так. Сделали? Вторую фалангу друг друга. Все остальные кончиками. Сложили? Сложили славно. Теперь сведите, разведите большие пальцы. Раскроется? Легко. Сведите, разведите мизинцы. Легко. Сведите, разведите указательные. Легко. А теперь внимание. Не сдвигая остальные пальцы. Сведите, разведите безымянцы. А у тебя очень славно. Не, не, не. Это по одной иной причине. Легко. А после этого очень славно славно. А у вас вообще ничего не было. В чем дело? Это показатель того, что среди наших предков кто? Ребята, с какой конструкцией кисти? Кто закисался среди наших предков? Да, брахиатор, конечно. Существа, у которых все четыре пальца работали вместе. У нас с вами за 10 миллионов лет, когда наше веточное развитие ответвилось от стальных гоменетов, значит, освободился вот из этой четверки, освободился указательный, он стал самостоятельно подвижным. Зачем? А затем, чтобы образовать хорошую хватательную пару с большими. И освободился милинец. А вот эти так и остались связки. Это деревня связка. И последняя очень важная вещь, по кругу хватало. Хорошо, вот у меня вся кисть работает как единый крюк. Смотрим, с нашей человеческой рукой. Не дай бог, вы в структурном зале решили немножко попрахеировать. Чем это приведет? Мы с разгоном вот так хватаемся за перекладину. А что будет, если большое пальце вот здесь? Ага. Но вы-то просто так для собственной радости прохируете. А профессиональные прохеатры могут ли такой риск для себя оставить? Нет. Поэтому у всех человекообразных обезьян большой палец на руках очень маленький. На ногах нормальный, а на руках очень маленький. И он отодвинут вот сюда, вниз. Зачем? А затем, чтобы при захвате он ни в коем случае не мог попасть вот в этот район ударного захвата. А если большой палец маленький отодвинут вниз, удобно ли, допустим, шимпанзе или гориллы брать в предмет вот так? Нет. Нет. Они никогда так не берут. Значит, нормальный захват предмета. Вот как они будут брать. Если предметы крупнее, вот как они будут брать. А большой палец, то отработает в захвате в гаппистике. Просто не участвует. Наша рука такая достаточно существенная. На коне остальных человекообразных. Хорошо. Продолжение следует.